Говночерпий. Большое спасибо за донат. С текстом улыбочку. Ну что? А чем еще Jimmy FM известен? Ну, помимо того, что у него есть... Что он ведущий канала, ты слышал. У него есть канал Jimmy FM. У него вроде как сейчас еще какой-то новый канал появился про жизнь в Америке. На канале Jimmy FM там тоже рубрик, в принципе, разных есть. То есть обучение звукорежиссуре. И что самое забавное, с этим каналом, это то, что... Извиняюсь, что вместо говночерпий... Но все-таки я сделаю такую рекламку, респектовому челу. Прикол канала Jimmy FM в том, что Jimmy, насколько мне известно, пока не уехал в Америку, работал, надеюсь, это не секрет, кажется, какая-то школа, что-то связанное с озвучкой фильмов, ну то есть обучение звукорежиссуре. Он именно обучал этому за деньги на курсах, типа, ну... Довольно дорогие курсы. По сути, чуть ли не ту же самую информацию он бесплатно выдает у себя на канале, и ее никто не смотрит. То есть там инфа, которая вообще стоит денег просто. Как, типа, из фильма дорожки там убирать, как что-то обрабатывать, какие-то приемы. За 10 рублей там на бусте какие-то цепочки плагинов там с настройками просто можно качать и так далее. А есть абсолютно такой удивительный удивительный кек происходит. Вот. Ну, плюс, естественно, Jimmy FM немножко был одной из ключевых фигур большого жуха. И как бы в гитарных срачах тоже немножко чуть-чуть увяз. Ну, вот так примерно. Это вот, если коротко, наверное, то, что можно вспомнить сразу, вот. А так, думаю, еще много чего. Жестокое и быстрое покорение Нормандии Генрихом V казалось бы, вынудило Армандии. Первый человек, который взял у Моисея Великанова полноценное интервью, как минимум, да? Это уже все. Уже достаточно, чтобы быть легендой на века. Яков и Бургиньонов прекратить вражду и временно объединиться в борьбе с англичанами. Однако на мирных переговорах в Монтеро герцог Жан Бургунский был вероломно убит. Помню. Что не только обрушило надежды на прекращение гражданской войны, но и поставило французское королевство под угрозу исчезновения. Следующий... Потому что этот дофин сраный, конченный дегенерат. Его надо было... Не знаю. Ну, в общем, надо было с ним что-то сделать. Я надеюсь, что он в тюрьме сгниет и от голода сдохнет. Два с половиной года Генрих Пятый будет... Типичный Антон Апарин как никогда близок к политическому господству над Францией. Господству, которое... В крысу убил просто... Судьбы ему так и не удастся достичь. А зачем спойлерить в начале ролика, что ему... Ну, блин, не честно. Ладно, смотри. Жан Бесстрашный. 14 сентября 1419 года епископ Турне Жан де Туази известил наследного бургундского принца Филиппа, графа де Шарале, о трагических событиях, произошедших на мосту в Монтеро. Услышав о предательском убийстве отца, принц ничком рухнул в постель, метался, скрижетал зубами и закатывал глаза. Ни о чем другом, кроме мести, он в тот момент и думать не мог. Всякая надежда на сближение между арманьяками и бургундцами канула в лету. Канула в лету из-за... Я не помню, зеленые кто из них, но из-за того, что зелеными управляет дебил конченый, потому что фиолетовые были за сближение изначально. Пришли на переговоры, почтительно себя вели. То есть фиолетовые это красавчики, их я уважаю. Зеленые это петух конченый, опущенный, и он должен как бы войти в очко. Теперь были намерены уничтожить друг друга до последнего человека. Уже через 10 дней после гибели Жанна Бесстрашного бургундские дипломаты возобновили переговоры с англичанами. Генрих... И в данном случае, в данном случае это уже даже, пожалуй, что и правильно. Когда просто ну совсем охренели зеленые. То есть в тот момент это было... В прошлом ролике казалось, что вообще французы что ли с ума сдурели, типа психи. С англичанами начали пытаться договориться против друг друга. Но сейчас уже думаешь, слушай все. А как? А че бы и нет? ...получил гарантии того, что практически все его требования будут приняты. Бургундцы, в свою очередь, могли рассчитывать на английскую помощь в деле разгрома дофинистов. 21 мая 1420 года в кафедральном соборе Труа был торжественно заключен договор, который определит судьбу Франции на ближайшие десятилетия. В его основе лежало переформатирование династических связей. Вместе с безумным Карлом, который почему-то в цепях? Типа заключенным, что ли? Его тоже спросили? Интересно. ...зевалуа и плантагенетов. Генрих V заключал брак с дочерью французского короля Екатериной. Карл VI признавал Генриха V как приемного сына. А Генрих должен был почитать Карла как отца. При жизни... Так, еще раз, что? ...высказывание династиции на ближайшие десятилетиям был торжественно заключен договор, который определит судьбу Франции на ближайшие десятилетия. В его основе лежало переформатирование династических связей Валуа и плантагенетов. Генрих V заключал брак с дочерью французского короля Екатериной. Ух ты! Карл VI признавал Генриха V как приемного сына. А Генрих должен был почитать Карла как отца. При жизни Карла Генри... Но Карл получается даже тоже против собственного сына? Ну, как бы, да, получается так. ...объявлялся регентом и официально именовался король Англии и наследник Франции. После смерти Карла VI корона Франции навсегда переходила к Генриху и его потомкам. Охренеть! Иными словами, договор в Труа юридически оформлял династическую унию между двумя государствами, чьи короны после смерти Карла слились бы в фигуре Генриха V. Круть! Позднее эта концепция приобретет название Двуединая монархия. Генрих V красавчик. Вот я его уважаю. Полагалось, что, несмотря на общего правителя, ни одно из королевств не будет вассалом другого. Англия и Франция сохранят отдельное управление. Анонсик приехал. Окей, все четко, ребята. После, собственно, я это даже сейчас в телегу репостну свою тоже. Удачного стримчанского. Благодарю за донат. Хех. Спасибо. Обственные институты законы и обычаи. Нормандия становилась владением английского короля. Причем земли бургундских семьеров, потерянные при этом. Слеж слеж го точка гэл слеж мапс слеж р5 бити у7 гдитм 97 мусика узнаешь место. Преполагалось возместить за счет будущих завоеваний. Английскому и французскому населению договор втруа был подан как окончательный вечный мир, который поставит точку на взаимной вражде и вековой ненависти. Отдельный параграф посвящался дофину Карлу. Документ фактически лишал его наследство, прямо об этом нигде не говорилось. Один из пунктов... Блин, сейчас соряюсь, давайте быстренько это посмотрим, что там. Очень интересно. Я не узнаю, честно. Представляем зимой. Не знаю, не понял. Ворота, мусорки. Можно открыть видео, полностью не смотреть. Ребята! Ничего себе! Сортирный союз. Прикольно, прикольно. Ну ладно, давайте дальше что-то видосмотреть. Спасибо, панк. Что, ребят, кому интересно ссылочку на легендарное место, вот, пожалуйста. в любой стороне вести самостоятельные переговоры с Карлом, именующим себя дофином, из-за ужасных и великих преступлений, которые он совершил. Другой обязывал Генриха вернуть все земли в пределах королевства принадлежащих партии, обычно называемые дофинистами или армоньяками. Это был роковой просчет в договоре. По мнению британской исследовательницы Джульетт Баркер, договор в Труа был не столько вечным миром, сколько декларацией о продолжении войны. Ну, дурак. Баркер к тому моменту уже создал альтернативную администрацию в Пуатье, контролируя фактически всю Францию южнее Луары, а также районы Верхней Сены и Йоны. Население этих территорий без колебаний отвергло договор в Труа. Если Генриху и суждено было принести во Францию вечный мир, то только на острие меча. Ну, что ж. Сразу же после подписания договора новый регент Франции приступил к покорению арманьякских крепостей к югу от Парижа. 24 июня совместные англо-бургундские силы штурмом взяли Что может ему помешать? Вот реально единственное то есть мы поняли что он вроде как в конце к сожалению нам засповерили что-то пойдет по жопе. Но что ему может на самом деле помешать? Кроме болезни какой-нибудь? Даже интересно. Монтеро где совсем недавно погиб Жан Бесстрашный его тело пролежавшее в могиле 10 месяцев было торжественно эксгумировано и отправлено в Дижон для перезахоронения Следующей крепостью ставшей на пути англо-бургундской армии явился миллион в котором засело около 700 дофинистов Видите все прям с почестями эксгумировали перезахоронили то есть все вообще 18 ноября после более чем трехмесячной осады гарнизон открыл ворота Часть армоняков и два десятка шотландских наемников были казнены 1 декабря 1420 года Генрих в сопровождении своей молодой супруги Карла VI герцога Бургундского и своих братьев совершил официальный въезд в Париж вступление союзников в столицу сопровождалось всеобщими торжествами однако сам Генрих был к ним безразличен он приехал в Париж потому что радоваться рано ну хороший человек просто настоящий король завершить формальные процедуры связанные с договором в Труа добиться ратификации документов все он приехал по делам как бы народ пусть кривозубые крестьяне еще кто-то всякие барины не знаю еще кто-то пусть там ну кто там во Франции вы поняли повеселяться а королю не до веселья генеральными штатами и провести суд над убийцами Жана Бесстрашного поскольку штаты теперь состояли исключительно из бургундских ставленников договор был ратифицирован без проблем 12 дней спустя прошли слушания об убийстве в Монтеро дофин был вызван в Париж чтобы лично ответить на предъявленные обвинения Карл ожидаемо не приехал конечно в связи с чем был признан виновным в покушении на Жана Бесстрашного не в покушении а в убийстве страшного Королевский совет и парижский парламент изгнали дофина из страны и объявили его недостойным носить корону Карл был теперь официально и окончательно а то есть это все просто чтобы как бы юридически там символически все сделать так чтобы все все чтобы то что он является сыном короля по крови можно было его короче хотя бы де юре от этого вы поняли ну то есть короче озалубить стал задерживаться в Париже так как у него оставались важные дела на севере чуть-чуть давайте успорим требовались деньги для продолжения боевых действий он понимал что ресурсы Англии находятся на грани истощения в связи с чем средства наведения войны предстояло выкачивать из вновь завоеванных территорий прибыв в Руан Генрих возглавил собрание трех нормандских сословий дворян духовенства и горожан к тому моменту оккупация причинила экономия глянуть клип без очереди хттпс бобик привет смотри можем глянуть без очереди если не на запись мы сейчас просто записываем ролик если на запись то прям сразу после этого ролика если не на запись напиши пожалуйста в чате либо там в двухрублевом донате дополнительного если не на запись паузу сделаем глянем спасибо за донат Микки Норманди бесчисленные бедствия пребывали в упадке сельское хозяйство рынки и ремесло а надежды их оживления несмотря на административные усилия Генриха было мало и все же несмотря на трудности нормандским сословием было объявлено о введении нового разорительного налога общей суммой в 100 тысяч фунтов стерлингов причем первый платеж должен был поступить уже через несколько месяцев массовые поборы развеяли у нормандцев оставшиеся иллюзии ааааа нормандцы это наоборот как бы они такие думали что с них налогов будут брать меньше а тут вот извините и по поводу и по поводу ну то есть он по сути вот здесь уже пошла подстава но вы владыке Так, поэт Робер Блондель, выражая общественное настроение, охарактеризовал Генриха как жестокого и свирепого короля, тирана и мучителя. Первого фигурга Генриха и Екатерина высадились в Дувре. Повсюду Генриха встречали как национального героя, однако, как вскоре стало ясно, за ликованиями скрывалась бесконечная усталость населения от войны. Ежегодные доходы казны упали до 57 тысяч фунтов стерлингов. Суммы, достаточные лишь для выплаты жалования по военным контрактам, но не более того. На обслуживание артиллерии, дипломатические нужды и содержание королевского двора средств уже не хватало, и Генрих был вынужден занять еще 36 тысяч. В конце концов, Генрих решил предпринять поездку по стране, формально, чтобы показать королеве ее страну, а фактически с целью сбора денег. Следом за королевским кортежем ехали специальные уполномочены, на плечи которых возлагалась обязанность какими угодно средствами выбить субсидии из дворянства и земледельцев, духовенства и горожан, йоминов и ремесленников. Как описывал эту поездку валийский хронист Адам из Уска, Генрих обирал каждого человека в королевстве, будь он богат или беден. Глубоко почитая короля, англичане все более беспокоились относительно его заморских амбиций. В Линкольне Генрих получил трагические известия из Франции. 22 марта его брат и наследник Кларенс, которому король передал командование во Франции на время своего отсутствия, потерпел поражение и был убит в сражении Прибаже. Про битву Прибаже, ее главного виновника, герцога Кларенса, а также армию Шотландии на службе у дофина Карла смотрите в эксклюзивном выпуске, доступном нашим платным подписчикам на Бусте. Ссылку вы найдете в описании или в верхнем правом углу экрана. Единственным утешением было то, что Томас, граф Солсбери, опытный и рассудительный военный, собрал оставшиеся войска и организованно отступил в безопасную Нормандию. Генриху срочно нужно было возвращаться во Францию. В третий и последний раз в его жизни. Зачем ты гандон это спойлеришь, что в последний раз? В июне 1421 года Генрих высадился в коле с войском из 900 латников и 3300 стрелков. Все, на что король теперь... Ладно, давайте клип сейчас быстренько посмотрим, запаузимся и потом продолжаем. Так, едем дальше. Зная, что Нормандия в надежных руках, Генрих быстро съездил в вечно бунтующий Париж и восстановил там порядок. Теперь король мог всецело посвятить себя борьбе с дофином. После победы при Боже, Карл взял в осаду шартер. Но когда английский король собрал свои войска на сене и двинулся деблокировать город, дофин отказался от осады и спешно отступил через Луару. Присал, правильно сделал. Последний месяц лета и начала осени Генрих посвятил зачистке восточного и южного предполья Парижа от арманьякских гарнизонов. 20 августа сдался гарнизон Дрё. 8 сентября был взят Божан-Си, после чего... Господа, пошел, говоря французскими словами, реванш. Реванш. Месть. ...окрестности Орлеана. За братиков. Во второй половине сентября пали Нему и Ружмон. Разъяренный, что во время штурма Ружмона был убит один, единственный английский солдат, Генрих велел предать город огню, а его гарнизон... Один солдат. За одного солдата просто. Ну, кстати, это... Опять же, то есть он очень такой... Не знаю, вот как это правильно описать. Безжалостный. Безжалостный. То есть вот он... Стратегически он понимает, насколько это устрашающе. То есть просто насколько обосрутся от него все вот эти зелёные челики. Я опять никак не запомню, кто же из них кто. Арманьяки, да, по-моему. То есть если одного солдата убили, и целый город за этого сожгли. То есть это всё. Это нужно сделать просто ради того, чтобы об этом... Чтобы всем остальным было неповадно. Это жестоко. Это безжалостно. Но это стратегически, на самом деле, очень такой ход. Утопить в Йоне. Когда же английского... Утопил солдат ещё. То есть просто именно, чтобы все шарили, что если вы тут вообще хоть чуть-чуть пукните, Жестокая расправа вас не минует. Жесточайшая. Вас утопят. Сожгут ваш город. Изнасилуют ваших детей. И съедят ваших женщин. У короля спросили, зачем он так безжалостно разрушает и сжигает французские города. Генрих ответил. Война без огня подобна колбасе без горчицы. Я бы не отказался от колбасы без горчицы, но... Ну, короче, видите, он тоже красиво ответил. Не стал говорить, чтобы все остальные обосрались. Он сказал, типа, а что за война без войны, типа. То есть именно... Опять же, он всё делает стратегически очень правильно. Пасов и дизентерия. Бич средневековых армий положили конец кампании 1420... Сучья дизентерия. Ну, я же сказал, болезнь. Болезнь. То есть он реально очень... Ну, вот что его могло бы остановить ещё? Только болезнь. ...первого года. Однако Генрих намеревался максимально эффективно задействовать своих солдат, до истечения их военных контрактов. Парижане давно просили его захватить город Мо, армонекский гарнизон которого регулярно совершал набеги на пригороды столицы, нападая на путешественников, нарушая торговлю и уничтожая запасы провизии. Хорошо. Сказал Генрих и пошёл. Мо располагался на северном берегу реки Марне, примерно в 50 километрах от Парижа. Его оборонительные сооружения большого впечатления не прозвучили. Что за война без войны? Моисей Великанов. ...был обнесён древними стенами, сохранившимися ещё с римских времён. Вся мощь обороны была сосредоточена на противоположном берегу реки, где стояла масштабная каменная крепость, известная как рынок и соединённая с Мо длинным каменным мостом. Рынок занимал крутую излучину Марне, огибавшую его стены с трёх сторон. Четвёртая южная страна была защищена каналом, выкопанным поперёк полуострова. Гарнизон численностью примерно в тысячу человек представлял собой разношёрстное сборище разбойников и дезертиров. Имя руководил Гишар Шесе, храбрый и находчивый командир, обладавший отличными подчинёнными в лице гасконцев Луи де Гаста, Дэни де Ворю и его кузена, Бастарда де Ворю. Последний, хотя его имя до нас не дошло... Обидно, когда тебя просто называют бастард. То есть это сын какого-то знатного вельможи от шлюхи, чтобы кто понимал. Если вдруг кто не помнит, что значит бастард, помимо того, что бастард, это типа сволочь по-английски. Ловился как отчаянный головорез, известный своей жесткостью. За городом рос вяз, получивший название Дерево де Ворю, на котором гасконец вешал своих жертв. К 1421 году на нём болталось уже 80 трупов. А эти тоже любили, как бы, знаешь, страха, как бы, навести. То есть тоже не лыком шиты оказались. Английский авангард прибыл к городу без предупреждения и смог взять северные... Ах, предупреждать ещё, что ли, надо было? Я не... Почему? Что значит без предупреждения? Зачем предупреждать? ...до того, как защитники успели их уничтожить. Остальная часть английской армии появилась примерно через три недели. Силы осаждающих были на удивление небольшими, не более двух тысяч человек, половину из которых составление минёры, ремесленники и военная прислуга. То есть по большому счёту силы равны, но у них просто больше помощников всяких. Но в принципе косарь на косарь. Но при этом, извините, у них ещё и крепость. То есть у них преимущество позиции. Но это я не знаю, почему у Генрих так... ...видимо денег мало. ...приступил к тщательному и методичному покорению города. В принципе, можно было взять измором, как он взял уже более крупный город, по-моему, даже был этот... Помните, как осаду, типа, сделал? Просто подождал, пока все от чумы умрут и спокойненько захватил. Англичане вырыли траншеи и установили чистоколы вокруг своих лагерей. Они перекинули деревянный понтонный мост через Марну, чтобы прекратить транспортировку груза в парике и обеспечивать линию коммуникации. Как по Друанам, англичане создали продовольственные рынки, припасы для которых шли из шампании на баржах. Вокруг стен разместились многочисленные бомбарды и требушеты. На осадные работы приехал посмотреть бургундский хронист Жан Лефебр. Впечатляющее зрелище. Позднее записал он. Осень постепенно сменялась зимой, а осада, несмотря на усилия осаждавших, как будто ничуть не продвинулась. Защитники ремонтировали бреши, возникавшие из-за артиллерийской бомбардировки. На любые попытки приблизиться к стенам следовал ответный огонь из пушек. Однажды армоняки втащили на стену осла в шутовской короне и на глазах англичан стали избивать его палкой. Экзекуция сопровождалась хохотом и громкими криками «Эй, англичане, почему вы не спасаете своего короля?» Гондоны, В томе действий защитников англичанам очень мешали невыносимые погодные условия. Весь декабрь... Вот это... Понимаете, это не просто французы, это типа вот это именно бандиты, разбойники, всякое вот такое отребье прям такое вот, короче. То есть они... Это как пираты, по большому счёту. Они ходили, грабили, веселились всю дорогу и всё просто. Они вот продолжают просто троллить. Им ничего не страшно. Убили там одного солдата, сожгли город. Пойди нас сожги, пятучий английский. То есть вот это именно... Впервые видим суровых французов просто, которые показывают вообще яйца свои. Не переставая лили дождей. Посла избили и говорят, ну о, король ваш. Идите в очко, лошары конченные. В декабре марно... Мы у вас... Мы столько англичан ограбили, что можем и короля ограбить. То есть это вот именно просто наглухо отбитые вообще, ребята. Вышла из берегов и затопила равнину, на которой стоял английский... Возможно, они знали, что такое может быть. Просто возможно, что именно жители... Ну, короче, те, кто знают эту местность, французы, они знают, что как бы можно просто продержаться, запасы есть, награбили, все четко. Ремонт есть, там все, гарнизон у нас не меньше. Они просто... Все подождем, сейчас их там затопят, все они обосрутся и там уже может их замочим. Лагерь, из-за чего осаждающим пришлось сместиться вглубь суши. Англичане, уже понесшие тяжелые боевые потери, начали терять людей из-за дизентерии и дизентерии. Чеи болеют? Платежные ведомости свидетельствуют о том, что к Рождеству король потерял шестую часть армии. К концу 1421 года и так небольшие военные ресурсы Генриха V оказались слишком сильно растянуты. На тот момент во Франции на гарнизонной службе находилось около 8 тысяч английских солдат, 7 тысяч в Нормандии и 1 тысяча в Париже и его предместе. Эти силы было практически невозможно собрать воедино. В таком случае многочисленные крепости и города остались бы без защиты. Единственной полевой армии Остается призвать на помощь фиолетовых. Разве нет? В распоряжении Генриха был экспедиционный корпус, который высадился вместе с ним в кале и от которого к концу года осталось 1700 человек. По идее этого достаточно, но у тебя есть фиолетовые чуваки. Почему нельзя их впрячь? То есть вы с ними базарились, вы там поженились, то есть все. Почему нельзя сказать Карлу Безумному, кому-нибудь какого-нибудь его там чуваку, что ребятки, как бы это, хотите арманьякам за Жанна Бесстрашного это как бы это лещей раздать? Скажут, конечно хотим. Ну давайте, помогайте тогда. А че мы одни тут должны справляться? Я как бы у меня казна не резиновая, извините. Они такие, ну базаришь, погнали. То есть почему он так не сделал, почему он не поджал фиолетовых на помощь, а только своими силами английскими все делал. Проблема Генриха заключалась в том, что несмотря на статус регента и наследника Франции, он все еще комплектовал свою армию исключительно англичанами. О чем я и говорю. Как тюзерен Норманди, он обладал правом привлекать местных дворян к службе в армии, однако эта возможность практически не использовалась. Парижские ополченцы участвовали в осадах Миллиона и Мо, от них толку никакого. Ну хоть деньги может хоть насыпят немножко. Ну не знаю, ну блин. Типа пацаны, хавку проставьте там, не знаю, деньжат, врачей, ну что-нибудь, они же могут что-нибудь в конце концов. Всех, однако, Генриха разочаровал герцог Бургундский. При всем своем политическом значении союз с... Бургундий принес королю крайне маловоенной выгоды. Операции дофинистов на южном фланге сковали военные силы двух бургундий, а на севере войска Филиппа в Артуа и Пикарди. Население Бургундии, как и Англии, испытывало сильную усталость от войны. В конце 1421 года доходы Филиппа упали до самого низкого уровня за четыре десятилетия. Герцог просто не мог выделить ни людей, ни средств на помощь англичанам. Все это время Генрих продолжал с прежним прилежанием работать с бумагами. Неужели Гамдон дофин в итоге все порешает? Это очень обидно будет. Из-под его пера выходил нескончаемый поток указов и писем, наиболее важное место среди которых занимали распоряжение о поставках продовольствия и амуниции. Король всегда настаивал на обязательном исполнении указов, а его письма, как правило, заканчивались фразой «исполнить любой ценой». Кроме снаряжения, Генрих повсюду выискивал людские пополнения. Англия, естественно, была их главным источником, однако усилия Генриха вновь вывели колоссальное валильное истощение страны. Хранитель королевства герцог Бетфорд призвал в армию всех оставшихся капитанов с их отрядами, однако смог набрать лишь тысячу человек. В отчаянии Генрих начал искать… Блин, ну это же уже достаточно, чтобы город хотя бы добить для начала, отнять у мощников этих, короче. Они же ограбили кучу уже англичан, у них там бабки есть стопудово в этом городе. Чисто их осадить, их добить, и уже казна пополнится. Тысяча здесь, тысяча там, я не знаю, он должен, должно хватать уже, в чем проблема. Подкрепление за пределами Англии и Франции. Его запросы достигались из Мунда Люксембурга, германских князей, а также короля Португалии. Некоторые исследователи вообще считают, что к концу 1421 года Генрих полностью исчерпал свои военные возможности. Совершенно непонятно, пишет английский историк Джонатан Сампшен, где Генрих мог изыскать финансы и людей, необходимых хотя бы для покорения оставшихся территорий на севере Франции, не говоря уже об областях южнее Луары. Учитывая плачевное состояние английских войск под Мо, Дофину представилась прекрасная возможность деблокировать город. Причина, по которой он не решился на этот шаг была аналогичной. Карл Торрис испытывал серьезные финансовые трудности. Большая часть его армии оплачивалась при помощи займов, а управление финансами велось из рук вон плохо. Зимой ты... То есть он еще и... Ну, короче, тут все уже обнищали, все уже, всех задолбало. 1421-1422 годов Карлу пришлось занимать еще больше средств, а также продавать землю и драгоценности, чтобы его войска не... Да, Джимми подключится, как я донаты досмотрю, и я к нему обращусь на это. Бежались. Все три... Если, конечно, не найдется какой-нибудь арабский шейх, который захочет еще немножко отодлить, так сказать, гостевой стрим, чтобы все-таки что-нибудь посмотреть. Что надо признать, гостевые стримы, это весело и интересно, но они обычно не сильно кормят. И враждующие партии, сами того не осознавая, здесь уже как бы, да, ребятки, касай, там точно сделали. Интрига теперь заключалась в том, кто сломается первым. Мы создали, создали касай. Тем временем наступил март 1422 года, а Мо, попавший в осаду пять месяцев назад, все еще держался. Единственной попыткой помочь гарнизону стала авантюра Гиденеля, сеньора Дофимона. 9 марта в сопровождении 40 тяжело вооруженных воинов. Он в темноте пробрался через расположение спавших англичан и достиг заранее подготовленной площадки перед укреплениями. Здесь, на перекинутые через ров с водой доски, гарнизон спустил для них лестницу. Однако человек, поднимавшийся по ней впереди Ги, выронил из рук ящик с соленой селедкой, который свалился Афимону на голову и сбил его с лестницы прямо в ров с водой. Командир охватился за две протянутые пики, но облаченные в полные пластинчатые доспехи он был слишком тяжел и вытащить его не смогли. Суетливое барахтание в воде стревожило английских часовых, которые быстро подоспели корву и взяли сеньора дофимона в плен. А, это французы, которые хотели помочь этим французам. Я думал, это французы, которые хотели помочь англичанам. Ну что ж, тогда, в общем-то, все идет своим чередом. Это, кстати, отлично, потому что они практически на халяву получили знатного дурачка дофинского и в теории могут его продать за выкуп. И это немножко пополнит казну. Трудно сказать. Чего добился бы Афимон, если бы проник в город? Жители МО к тому моменту уже пали духом, намереваясь сдаться, чтобы сохранить себе жизни и то, что осталось от города. Понимая, что возможности для обороны практически исчерпаны, гарнизон решил отступить на рынок и попробовать удержаться там. Следующим утром английские часовые заметили, как осажденные начали уходить со своих постов на стенах и переносить имущество по мосту в крепость. По улицам распространился слух, что вслед за своим уходом солдаты подожгут дома и один из жителей взобрался на крепостной бал, крикнув англичанам, что происходит. Король распорядился немедленно начать общий штурм. Предвидя такой приказ, один совойский капитан заранее повел своих людей вперед, приставил лестницы и захватил незащищенный участок стены. Ворота распахнулись и в город хлынули англичане, бросившиеся преследовать отступавших арманьяков. Однако те успели перейти... Ну, они не стали вроде бы сжигать, убивать там, то есть... На другую сторону... Тут француз из горожан даже, в общем-то, сказал, что ребятки, давайте, давайте... ...марны и подняли за... Сохраните наши дома. Ну, сейчас посмотрим, как Генрих поступит. В последующие дни дофинисты смотрели с высоких стен рынка, как англичане размещают артиллерию на островах Марны и захватывают водяные мельницы, которые всего неделю назад молотили зерно для гарнизона. И все. Осада рынка Мо продлилась еще два месяца. Как же долго! Такое укрепление англичане перестали считаться с потерями, что свидетельствовало о решимости Генриха покончить с осадой любой ценой. Артиллеристы с близкого расстояния били по стенам из бомбард. Отряд графа Уорика пересек канал и под прикрытием предвижного деревянного навеса закрепился на узкой полосе земли между стенами и кромкой воды. Сэр Уолтер Хангерфорд, командовавший западным сектором, перекинул мост через реку и занял еще один плацдарм, откуда его люди начали копать минную галерею под крепость. С восточной стороны инженеры Генриха возвели осадную башню, поместив ее на двух больших баржах. Из этого сооружения, возвышавшегося над стенами... Маленький долбанный рыночек не могут захватить. Че-то вообще беда. На Волы можно было опустить мост. Все эти операции приходилось вести под градом арбалетных болтов и убойным артиллерийским огнем. Англичане несли тяжелые потери, особенно среди капитанов. 10 мая после 7 месяцев упорного сопротивления Мо наконец капитулировал. Генрих был безжалостен. Четверых лидеров... Все, ребята, осла избивали. Ослом меня назвали. Меня? Короля Англии. Наследника Франции. Кто меня ослом назвал? Ты? Сейчас ты будешь ослом, сейчас тебя палками изобьем. Обороны, в том числе бастарда Ворю казнели на месте. Вместе с ними на виселицу пошли артиллеристы, ответственные за гибель английских вельмож. Несколько сотен пленных распределили по тюрьмам Англии, Нормандии и Уэльса. Все, потом будут продавать дофину. По идее, это очень тяжелая, но успешная компания. Все, болезнь дальше и смерть. Генрих V душевно и физически измотанной долго осадой отбыл в Париж, где с помпой отпраздновал рождение своего наследника. Английский король мог поздравить себя с удачным завершением Генрих VI. Вот он, мудила, который все просрет. Читого в прошлом году похода. Я знал, что он тоже будет Генрихом, скорее всего. Ну, то есть, я это говорил. Еще раз, я историю не знаю, честно. Я не знаю, что будет дальше. Я не смотрел следующие ролики, просто логически, потому что мы смотрим уже девятый ролик на тему Столетней войны. Мы видим, что происходит в среднем у англичан, что происходит в среднем у французов. Просто самый такой как бы очевидный исход. То есть, Генриха ничего толком не могло остановить, кроме болезни. Ну, как оказалось, я не совсем угадал. Там болезнь частично повлияла на армию, но так в целом истощение, усталость от войны вообще общая и французов, и его самого, истощение казны, недовольство граждан по поводу налогов, потому что их приходится делать все больше для того, чтобы продолжалась война. и все. Только болезнь, смерть. Просто и все. И скорее всего его сын будет просто вести другую политику. И скорее всего эта политика будет провальной. Просто потому, что мы уже помним похожие примеры буквально в этой же самой столетней войне. Герцог Кларенс был отомщен, а дофинисты отброшены от Парижа. Главным же результатом взятия Мо стал переход Жана, герцога Британии, на сторону англичан. В конце июня он отправил в Париж большое посольство и обещал предстать перед королем, как только позволят дела. Мудрый, видите? Он неспроста мудрый. Он потому-то и мудрый. В военных походах грустная музыка говорит о том, что Генрих заболел и скоропостижно скончался. Что такое, да? Генрих V всегда отличался крепким здоровьем. Но не в этот раз. Во время осады Мо он неожиданно заболел и для его лечения из Англии был вызван врач. Когда в июне дофинисты осадили крепость Косне, Генрих вызвался помочь своему бургундскому союзнику. Но во время похода королю стало настолько плохо, что он был вынужден оставить армию и вернуться в Венсен пригород Парижа. Через несколько дней герцога Бетфорда, проезжавшего через Труаз английской армии, догнал гонец с известием о том, что король находится на смертном адре. Генрих проводил приготовление к своей... А наследник у него вообще малыш. ...смерти с традиционной выверенностью и хладнокровием. Он никогда не видел своего восьмимесячного сына, и теперь главной заботой короля было защитить своего наследника и переходившее ему тяжелое наследство. 26 августа король устно проговорил свое политическое завещание. Хамфри, герцог Глостер, должен был стать хранителем Англии и оставаться опекуном молодого Генриха до его совершеннолетия. Человеком, ответственным за продолжение политики во Франции, назначался герцог Бетфорд, самый способный из братьев. Бетфорд становился хранителем Нормандии, а также регентом Франции, если герцог Бургундский откажется от этого титула. Что касается борьбы с Дофином, Генрих поручил Бетфорду продолжать войну до тех пор, пока вся Франция не признает договор в Труа. Джон должен был любой ценой сохранить союз с Бургундией, от которого зависели английские позиции на континенте. Вплоть до совершеннолетия наследия. Мужички, все, я сделал все, что мог. Я умираю. Просто теперь не просрите. Британь наша, Нормандия наша, Мо отбили. Все, с этими не ссорьтесь, это наши кореша. Они нормальные пацаны. Это хоть и французы, но это кореша. Не сритесь с ними. Дофину гандону зубы все выбивать, добить, чтобы вся Франция перешла под наш контроль. Сына моего, береги, просто лежит, умирает. Сына моего, брат, как за родным сыном за ним следи. Это король Англии будущий. Все, я все сделал, что мог. Я истощен, я умираю. Все сделал для королевства, для Англии, для вас, пацаны. Просто храните это и продолжайте мое дело. И умер. Как герцогу Орлеанскому и другим узникам Азинкура предстояло оставаться в неволе в качестве заложников. Заложников оставьте в неволе, не продавайте или продайте очень дорого. Это было бескомпромиссное завещание. Тем не менее... По-другому не делайте, мужики. Хотите Францию. Делайте как говорю я. Всю захватим. Главное не сдавайтесь. Даже в свои последние часы Генрих отдавал себе отчет, что урегулирование конфликта путем переговоров вероятно может стать для Англии единственным выходом. Он наказал Бетфорду, что если потребуется заключить договор с Дофином, то Нормандия должна обязательно если придется, если этот дурак начнет все-таки добазариваться, Нормандия нам оставляешь. ...остаться за Англией. В два часа ночи 31 августа 1422 года Генрих V умер. Ему было 36 лет. Капец. Вообще молодой. Никто не ожидал, что Карл VI слабый здоровьем и преждевременно состарившийся в 54 года переживет своего приемного сына. Король Франции умер 21 октября, всего через 7 недель после Генриха. Его похороны затянулись почти на месяц. Чистки среди придворных и общая нестабильность привели к тому, что никто просто-напросто не мог вспомнить протокол. Наконец, похороны были проведены с 9 по 11 ноября в соответствии с церемонией, величие похорон вряд ли могло компенсировать царившую на них мрачную атмосферу. Многие участники траурной церемонии должно быть думали, что присутствуют на похоронах не столько самого короля, сколько вообще всей французской монархии. Ни один принц королевской крови не сопрождал грунт. Понимали, что все, теперь англичане короли. Да. ...спокойным государем. Его вдова отказалась принять участие в церемонии, уединившись в отеле с кем уединившись в живых сын, лишенный наследства, находился на юге, возглавляя мятежное королевство. Его младшая дочь, вдова заклятого врага его страны, пребывала в Англии, а старшая дочь, жена нового союзника англичан Жанна де Монфора в Британию. Герцоги Орлянский и Бурбонский томились в заключении в Англии. Герцог Бургунский безумного Карла даже никто письмо с извинениями. По традиции наследник умершего короля следовал за гробом покойника. В этот раз наследника тоже не было. Видимость традиции поддерживала лишь одинокая фигура в черном плаще и шляпе, следовавшая за гробом на некотором расстоянии от других провожающих. То был новый регент Франции Джон Ланкастер. Герцог Он не выпендривался, он не говорил, что «Ха, все, я теперь». Просто прошелся одиноко по традиции. Ну, не одиноко, как, типа, без излишеств. Бэтфорд «Пусть милосердный Господь жалится над душой последнего могущественного и великолепного короля Карла VI французского, нашего верховного сеньора», громко воскликнул Геральдмейстер Бери. «Пусть Господь дарует долгие лета Генриху, милостью Божией королю Англии и Франции, нашему новому верховному сеньору». По иронии судьбы, короны двух королевств, враждовавших уже более 80 лет, объединил годовалый младенец. Столетняя война и не думала прекращаться. Друзья, если вам понравился этот документальный ролик, не забудьте поставить ему лайк, подписаться на канал и включить уведомления о новых публикациях. Теперь вы можете поддержать нас на Бусти, а также другими способами, указанными в описании. Большое спасибо за просмотр и удачи! Хочется надеяться, что годовалый младенец все-таки окажется не дурачком, но слабо верится. Качество пожухло, сейчас перезапущусь, секунду. Давно это, кстати, так? Ну что, рыночек порешал? Рыночек порешал, ребята, да. Ну, на записи будет нормальное качество, просто стрим, что-то... Ютуб, видимо, лагает, потому что интернет-то в порядке, ну, в общем, вот так. Этот ролик грустный был, безумно интересный все равно, но очень грустный, потому что Генрих V, как бы, король был жестокий, беспощадный, бескомпромиссный, канал, крайне умный, типа, я не знаю, как описать, он великолепно, великолепный стратег, он типа воин, не знаю, то есть он умел добиваться, чего хотел, он не был гордым, потому что свою разгромительную победу над французами в прошлом ролике, если не ошибаюсь, вот этот, а флер, он не стал гордо говорить, что мы как нехер, я, я гений, король Англии, этих французов, вот так вот, он сказал, божья воля была такова, за грехи французам было наказание за их распутство, нет в этом, говорит, моей заслуги, это божья помощь, все-таки Генрих V уважаемый чел, как бы кто что не думал, но в целом он всегда ну, как будто поступал, ну, понятно, что он захватчик, понятно, что он там пошел, типа, французам лещей раздавать, понятно, что он доил на налоги граждан, и в общем, такое, но он вот всегда, насколько это было можно, он поступал мудро, умом, типа, понимаете, то есть он один город расхерачил, другие ему сдались просто так, то есть вот один город он морил жестоким измором, потому что сами французы не сдавались, типа, этого не было бы, если бы они сдались, но раз не стали, хорошо, умирайте от чумы, детей ваших, отдавайте сюда детей, мы их покрестим, забирайте обратно, пусть умирают от голода, то есть он, типа, вот, вот такой он человек, вот это, короче, будет не хватать этого добряка в новых выпусках, дофин гандила остался жив, типа, вот дофин крыса вонючая, ну все, будем ждать следующих выпусков, спасибо большое за донат, мое почтение, нарушу, естьERНО, припоем, здесь, садится, и натеренья, заást scыта, Продолжение следует...